Добрый день, я Таня Давыдова, понятный психолог. И в этом видео я расскажу вам о вебинаре-тренинге «Жизнь без боли и обид». Это очень, на самом деле, благодарная и глубокая тема, потому что, когда мы проработали и отпустили собственные обиды, у нас открываются новые силы. Мы возрождаемся и получаем новую жизнь. Я думаю, что каждая найдет нечто полезное в этом видео, а уж тем более в самом вебинаре-тренинге. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему с каждым годом нам все сложнее что-то менять в нашей жизни? И то, что раньше казалось легким, доступным и по плечу нам, становится все тяжелее. Возможно, мы сложнее радуемся простым вещам, тем вещам, которым легко радовались раньше. Возможно, мы меньше улыбаемся, смеемся. На самом деле мы как будто бы становимся тяжелее, грузнее. И в психологическом смысле это именно так, потому что мы накапливаем в себе обиды на родителей, накапливаем не сбывшиеся ожидания от отношений с мужчинами, конфликты на работе, какие-то наши неудачи, которые давно прошли, а мы все время возвращаемся к ним в мыслях, крутим, не отпускаем это. И с каждым годом как бы мы все тяжелее и тяжелее. И весь этот груз мы как бы складываем в такой невидимый чемоданчик, который все время носим с собой. И на всю жизнь мы уже смотрим сквозь вот эту призму боли и обид. При этом вес этого чемоданчика не обязательно растет только с возрастом. Есть люди, которые в 30 лет уже не имеют сил, не имеют особых перспектив, и желаний у них особенно уже нет. Они как будто бы пенсионеры уже. И в то же время есть люди, если вы поищите в своей памяти, вы обязательно вспомните примеры людей, которые в среднем возрасте или даже в очень-очень, в таком зрелом возрасте, они живут полноценной жизнью, они легкие на подъем, они умеют радоваться жизни, они как будто бы порхают по жизни. И нам кажется, что как будто бы трудности их не очень касались. Но понимаем же мы, что у всех есть трудные периоды в жизни. Мало того, мы растем через трудности. В чем же отличие? Эти люди умеют прощать и отпускать свои обиды, разочарования, горести. Они попрощаются с ними, а они тащат их по жизни. Оставить груз боли и обид в прошлом на самом деле гораздо легче, чем как кажется. Есть специальные психологические технологии, которые позволяют освободиться. Я умею это делать сама, и я могу научить вас. Мы вместе поэтапно осознаем эти проблемы и их отпустим. И уже прямо на семинаре, на тренинге вы почувствуете облегчение, потому что большую часть этого груза вы отпустите. Еще я вас научу, как самостоятельно в дальнейшей жизни не накапливать этот негатив. Как его уметь отпускать в различных жизненных обстоятельствах. То, что касается отношений или работы, или просто вашей жизни. На тренинге мы вместе разберем проблемы и установки, которые вы получили из вашего детства и тащите вместе с собой. Наши родители неосознанно, не желая этого, передают нам некие негативные установки, которые нам потом попортят жизнь. И мы вместе их осознаем, вытащим, поймем корень проблемы и сможем от этого освободиться. Еще очень важный нюанс в том, что через это вы сможете не передать своим детям такие же отрицательные установки. Поэтому, если вы готовы расстаться с прошлыми отношениями, с прошлыми неудачами, с какими-то негативными историями, то я приглашаю вас на свой тренинг. Или вам кажется, что вы простили, все отпустили, на вашем сердце нет никаких обид и зла, но при этом почему-то новых отношений нет, новые люди не приходят в вашу жизнь. И новые возможности почему-то не приходят в вашу жизнь. Скорее всего, вы обманываете себя и на самом деле вы держитесь за прошлое. Поэтому вас я тоже приглашаю на тренинг, где вы сможете по-настоящему отпустить прошлое. Наш тренинг-фебинар длится 3,5 часа. И за это время мы подробно разберем те программы, которые вы несете из детства. Вы их осознаете, отпустите. И в конце будут конкретные рекомендации и прямо план действий, как вам на каждодневном уровне удерживать ту легкость, которую вы откроете на семинаре. Мы будем работать онлайн в небольших группах. И это сделано для того, чтобы мы смогли глубоко проработать эту тему. Я смогла ответить на все ваши вопросы. Поэтому, если это откликается в вашем сердце, я жду вас и увидимся онлайн.